Когда обращается, мы принимаем людей каждый день. Выйдя на пенсию, партийный работник Ренат Хидиатов решил отстаивать права человека. В своем Арском районе он стал общественным помощником республиканского омбудсмена. Как рассказывает мужчина, к нему идут с разными вопросами. От коммунальных неурядиц до чиновничьей волокиты с документами. В годы жалоб доходит до сотни. Основные обращения мы записываем и доводим до исполнителей. Когда мы выезжаем, местное самоуправление прямо на местах решаем. Если не получается, мы обращаемся непосредственно у полномоченного. С ее помощью всегда добиваемся. О том, как работают правозащитники и с чем им приходится сталкиваться, говорили на встрече с председателем госсовета. Рассказали, что чиновники порой не спешат помогать людям, когда нарушаются их права или случаются какие-то спорные ситуации. Фарид Мухаммедшин призвал руководителей не уходить от проблемных вопросов. Мы все легко отвечаем. Знаете, сейчас телефонного права нет, идите, пожалуйста, в суд. Пиши бабушка заявление, бабки 90 лет, значит, так. Пиши заявление, судись там, нанимай адвоката. Если твоих полномочий не хватает, мы же не говорим, снимай труппу и звони прокурору, сделай так или делай так. Или председатель Верховного суда, или районного суда. Не имеем мы права, нет у нас таких полномочий. Но хоть научи, как дальше ей двигаться, в этом вопросе дай совет. Сырья Сабурская констатирует, число обращений к ней растет. В этом году о помощи взывали более трех тысяч раз. В основном, это число нарушений жилищных прав, трудового законодательства, задержки зарплаты. Такая активность, по ее мнению, вызвана ростом правовой культуры татарстанцев. Правовая грамотность, конечно же, растет. И, безусловно, при этом люди обращаются по этому со многими вопросами. Обычно где-то процентов 15. И это действительно обращение, которое касается нарушения прав человека. Как подытожили на встрече, в отстаивании своих прав не нужно сидеть сложа руки. И в этом деле в республике всегда готовы протянуть руку помощи. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.